Итак, добрый день, меня зовут Валуева Елена Александровна, я заместитель директора проектного офиса научно-технологической инициативы университета промышленных технологий дизайна по развитию компетенции WorldSkills. Ровно год назад наш вуз стал ассоциированным партнером союза WorldSkills России и начал активно взаимодействовать с союзом и участвовать в различных мероприятиях, которые проводятся этой организацией. Союз молодые профессионалы WorldSkills России является официальным партнером международного некоммерческого движения WorldSkills International, который реализует все мероприятия союза в России. Целью движения WorldSkills является популяризация рабочих профессий и улучшение качества образования как в России, так и в мировом сообществе. Движение WorldSkills International зародилось в Испании в 1174 году, и Россия стала партнером этого движения в 2012 году. В союзом молодые профессионалы WorldSkills России реализуются различные мероприятия в рамках этого движения. Основное направление, естественно, это чемпионаты профессионального мастерства, которые проходят как в учебных заведениях среднего образовательного профиля, так и в высших учебных заведениях. В частности, это основная линейка, соревновательная линейка юниоров и линейка так называемых вузовских соревнований, в которых принимают участие студенты высших учебных заведений. Также союзом WorldSkills реализуются чемпионаты для корпоративных предприятий, для граждан в возрасте 50+, а также для различных предприятий, которые хотят протестировать и проверить знания своих сотрудников по мировым стандартам WorldSkills. За долгую историю существования союз имеет свой словарь терминов, свои стандарты, свой кодекс этики, свои регламенты проведения чемпионатов, а также свою систему оценки этих самых чемпионатов. Кодекс этики – это основной документ союзный, на который стоит ориентироваться всем экспертам, всем участникам, которые принимают участие в движении WorldSkills. Также для проведения чемпионатов WorldSkills Россия создала два документа, на которые необходимо ориентироваться. Это том для проведения чемпионата 1, том для проведения чемпионата 2. Соответственно, один по подготовке чемпиона, второй по реализации чемпионата, по его проведению и по основным моментам, которые касаются непосредственно самого чемпионата. Как правило, подготовка к чемпионату начинается за два месяца до чемпионата. Для того, чтобы компетенция состоялась, необходимо минимум пять участников. Это могут быть участники одного учебного заведения или участники нескольких учебных заведений. Здесь также есть обязательные условия. В случае, если в чемпионате принимает участие не одно учебное заведение, то количество участников от каждого учебного заведения должно быть равным. Грубо говоря, если учитывать, что минимальное количество рабочих мест пять и учебных заведений, допустим, два, то это минимум три участника от каждого учебного заведения. Также, кроме участников, заявляются на чемпионат эксперты, так называемые эксперты-компатриоты. Это тот человек, который представляет участника, который тренировал его и который представляет его интересы на чемпионате. Эксперт Компатриота участник составляет пару, которые регистрируются в системе ЕСИМ. По данной паре, соответственно, организаторы чемпионата понимают, какого участника не может оценивать эксперт Компатриот по субъективным оценкам. Участники и эксперты вносят в специальную систему ЕСИМ за месяц до чемпионата, подтверждают все свои данные и подкрепляются к чемпионату в системе ЕСИМ. В системе ЕСИМ учтены все чемпионаты от самого первого уровня, это либо отборочные чемпионаты, либо вузовские чемпионаты, до мировых чемпионатов. Собственно, делается для того, чтобы в этой системе были видны участие всех людей, которые увлечены в чемпионат на протяжении, собственно, от регистрации участника до непосредственно момента, когда нам необходимо посмотреть информацию о нем. После того, как все участники зарегистрированы и в принципе в параллель с этим происходит подготовка необходимых документов для чемпионата. Это подготовка инфраструктурного листа и согласование всего необходимого оборудования и программного обеспечения для реализации чемпионата по данной компетенции. В частности, в инфраструктурном листе указывается количество необходимых рабочих мест, количество необходимого оборудования на одно рабочее место. Отдельно выносится комната участников, отдельно выносится комната главного эксперта, отдельно выносится брифинг зона и также специальные условия, в том числе по скорости интернета, по размеру помещения и так далее, потому что каждый инфраструктурный лиц содержит информацию о том, какая площадь помещения должна соответствовать одному рабочему месту. У каждого участника на чемпионате должен быть свой перечень оборудования, которые необходимы ему для участия в компетенции. Кроме того, что предоставляется акцессы с инфраструктурным листом площадка, у каждого участника в зависимости от компетенции есть тулбокс, так называемый бокс с инструментами, которые участнику разрешается принести на площадку. Кроме инфраструктурного листа к чемпионату должно быть подготовлено также техническое задание компетенции, техническое описание компетенции, код, так называемый комплект оценочных документов и СМП-план, который также заранее согласовывается с организаторами площадок и согласовывается с менеджером компетенции. В СМП-плане есть так называемые дни С-1, дни С-2, С-1, С-1 и так далее. Что значит эта терминология? Дни С-1, С-2 означают дни до первого чемпионатного дня, то есть, соответственно, день С-1 это первый соревновательный день, день С-2 это второй соревновательный день, день С-1 за один день до непосредственно начала соревнований и день С-1 это тот день, когда главный эксперт заносит оценки в систему ЦИС, собственно, когда блокируются оценки и когда происходит некое совещание с экспертным сообществом по данной компетенции или с экспертами, которые присутствуют на данном чемпионате. В день С-2, так называемый день экспертов, происходит знакомство эксперту, знакомство с площадкой, принятие площадки главным экспертом, а также распределение ролей по экспертам-компатриотам. Распределение ролей производится главным экспертом и сопровождается в присутствии заместителя главного эксперта, который помогает, собственно, в различных вопросах, главному эксперту на чемпионате. В день С-1 происходит знакомство участников с площадкой, они проверяют наличие всего необходимого оборудования по компетенции, проверяют, насколько их место оснащено в соответствии с инфраструктурным листом, приносят свои тулбоксы, то есть главный эксперт просматривает их тулбоксы на соответствие также инфраструктурному листу. После этого площадка чемпионата, она, скажем так, резервируется, и в нее уже не вносится никаких изменений в случае, если компетенция проходит, допустим, на компьютерах, то к этим компьютерам не имеет доступ уже никто, поскольку главные эксперты, участники проверили на речи всех необходимых программ, изменения программы, собственно, оборудования уже не подлежат. В день С-1 участники экспертов встречаются на площадке для того, чтобы стартовать непосредственно чемпионатные дни. Как правило, компетенция проводится не в один день, а как минимум в 2-3 дня для основной возрастной линейки это 3 чемпионата дня, для вузской линейки это 2 чемпионата дня. Различная длительность проведения чемпионата дней связана с тем, что участники основной возрастной линейки это 16-22, они не могут, собственно, выполнять задания больше определенного времени. Также, если на площадку привлекаются юниоры, то есть проводятся еще юниорские соревнования, соответственно, у них длительность выполнения нескольких модулей в день не может превышать 4 часов. Соответственно, юниорские соревнования, они проходят дольше, чем вся основная линейка. После того, как участники выполняют еще нескольких дней, выполняют последовательно необходимые модули компетенции, как правило, это в день С-3, либо в С-4, после выполнения всех модулей происходит оценка работ участников экспертами, экспертами-компатриотами. Главный эксперт не принимает участие в оценке, он только занимается внесением оценок, контролированием процесса, собственно, проведения чемпионата, а также консультацией участников перед ночам выполнения модуля. То есть у каждого участника есть 15 минут перед началом нового модуля, чтобы задать вопросы главному эксперту, посвящаться своим экспертам-компатриотам и выяснить все вопросы, которые появляются перед выполнением непосредственно модулей. После того, как все участники выполнили свои задания, происходит оценка работ экспертами-компатриотами и внесение оценок в ЦИС. Внесением оценок занимается главный эксперт. После внесения оценок непосредственно распечатывается протокол оценок, который согласовывается с экспертами-компатриотами на правильность внесения оценок. К внесению оценок также не допускают эксперты-компатриоты. Считается, что они так или иначе могут повлиять на оценки, которые вносит главный эксперт, То есть где-то улучшить оценки своего участника или ухудшить, поэтому оценки вносит только главный эксперт, который, кстати, перед проведением чемпионата не имеет права тренировать кого-то из участников, не имеет права быть наставником и, в принципе, отстраняется от такой наставнической линии до проведения чемпионата. Также перед чемпионатом проводятся непосредственно тренировки участников, которыми занимаются наставники этих участников, либо тренировки проходят коллективно на базе какого-то учебного заведения или специализированного центра, так называемого специализированного центра компетенций. В эти тренировки входит разбор заданий, выполнение заданий участниками, тренировка отработки участниками на скорость, на выполнение всех критериев, которые необходимо выполнить в рамках данной компетенции, а также набивание руки для выполнения определенных навыков. Ну, ни для кого не секрет, что чем больше, допустим, то же самое графический дизайнер работает в программе, тем лучше он ей владеет и тем лучше становится его скорость и выполнение заданий, которая тоже чрезвычайно важна, потому что каждый модуль ограничен временем, на какой-то модуле выдается час, на некоторые модули отводятся до пяти часов выполнения, и участник в строго отведенное время должен уложиться с выполнением заданий по этому модулю. В частности, при проведении чемпионата очень часто учитывается именно время сохранения файла, время загрузки файла, после которого участники уже не могут внести вот этот итоговый файл в выполненные работы изменения, потому что иначе они будут не приняты. Как правило, в рамках соревнований, в рамках чемпионатов проходит деловая программа, на которой эксперты, экспертное сообщество в целом обсуждает различные вопросы касательно чемпионата, демонстрационного экзамена или движения WorldSkills в России или в мире. Деловая программа проводится либо до чемпионата, либо во время чемпионата, а также, собственно, на несколько дней после чемпионата проводится обсуждение различных интересующих экспертное сообщество вопросов, которые чрезвычайно важны в рамках данного чемпионата. Как я уже ранее сказала, в движении WorldSkills России, в принципе, в мировом движении WorldSkills есть своя терминология, свои стандарты качества. В данном случае мы поговорим о терминологии. При подготовке к чемпионате стоит обратить внимание на так называемые должности на чемпионате и роли на чемпионате. Соответственно, должности чемпионатные – это международный эксперт, сертифицированный эксперт, эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена, эксперт с правом проведения регионального чемпионата и так далее. То есть это люди, которые прошли подготовку в Академии WorldSkills России и имеют документ, который это подтвердит. Допустим, эксперт с правом проведения демонстрационного экзамена имеет свидетельство на право проведения демонстрационного экзамена. В отличие от должностей в WorldSkills на каждый чемпионат отдельно назначаются роли. Конкретно в чемпионате есть следующие роли. Это главный эксперт, заместитель главного эксперта, технический эксперт, эксперт, компатриот и так далее. Весь перечень ролей указаны в регламенте, который необходимо учитывать при подготовке чемпионатов. Для выполнения роли на чемпионате главного эксперта или заместителя главного эксперта, преподавателям и людям, которые задействованы в этом движении, необходимо пройти соответствующее обучение в Академии WorldSkills России. Академия WorldSkills России отдельно создана подразделением в рамках российского движения WorldSkills, которое занимается как раз-таки подготовкой, переподготовкой граждан, мастеров и экспертов для участия в их дальнейших чемпионатных движениях и сдаче демонстрационного экзамена. В данный момент Академия WorldSkills России реализует подготовку по двум программам. Это эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена и эксперт с правом проведения регионального чемпионата. Данное обучение в связи со сложной ситуацией в России и в мире в целом проводится в дистанционном формате и позволяет экспертам, преподавателям, которые разбираются в данной компетенции, которую они заявляют при обучении, получить возможность оценивать участников на демонстрационном экзамене или стать главным экспертом по соответствующей компетенции на чемпионатах. Свидетельство получается преподавателями на два года, и в последующем эксперт может продлить действия своего свидетельства и, собственно, продолжить развитие в чемпионатном движении WorldSkills. Роли назначаются только на чемпионаты, действуют в рамках одного чемпионата. Как только чемпионат закончился, соответственно, роли с людей, на которых они были, снимаются. То есть как только главный эксперт внес все оценки, заблокировав систему E-SIM, чемпионат официально считается законченным, роли с этих людей снимаются, соответственно. И так как я уже сказала ранее, в Союзе WorldSkills России есть своя система интернет-мониторинга, которая содержит данные у всех участников и экспертов чемпионатов. Вне зависимости от того, какого уровня проводится чемпионат, данные о всех его участниках вносятся в эту систему. Система E-SIM используется не только на чемпионатах, но, в принципе, во всем движении WorldSkills. Она содержит информацию о всех участниках, всех экспертов и создает свой цифровой уровень для каждого участника. То есть каждый человек, который есть в этой системе, может посмотреть, в каких мероприятиях принимал участие тот или иной эксперт и участник, и прислитить его информацию, его развитие в движении WorldSkills. Также наравне с системой E-SIM в чемпионатах WorldSkills используется система CIS. Эта система открывается только на проведение демонстрационной экзамены или во время чемпионата. В нее также вносятся данные всех участников, но она существует для того, чтобы внести оценки за демонстрационный экзамен или за выполненную работу в рамках чемпионата в систему. Кроме того, помимо своей терминологии и отдельных систем у Союза WorldSkills есть своя система оценивания. В частности, они используют систему объективных и субъективных оценок. Эксперт-компатриот в составе жюри оценивает своего участника по объективным критериям. Допустим, если мы берем компетенцию графический дизайн, в заданиях которым указано, что участнику необходимо сохранить логотип в формате PDF, то эксперт-компатриот оценивает именно этот критерий и указывает, сохранил ли его участник в формате PDF. Иными словами, объективные оценки оцениваются по двум критериям. Либо критерий выполнен, либо нет. То есть в систему CIS носится информация «да», либо «нет». Субъективные оценки вносятся по другой системе. У них есть своя шкала оценок, которая состоит от нуля до трех. В которых ноль означает, что участник либо не выполнил работу, либо выполнил ее на недостаточно высоком уровне. А тройка, то есть самая высшая оценка в данной системе, говорит о том, что участник максимально хорошо выполнил задание, и его работа является практически шедевральной и превышает уровень стандартов по данной компетенции. Соответственно, все оценки, которые получают участники на чемпионатах или по демонстрационному экзамену, переносятся в систему CIS, которая интегрирована с системой ESIM, в которой впоследствии генерируется скилл-паспорт. Скилл-паспорт является документом, который получает каждый участник демонстрационного экзамена, в котором указан уровень знаний этого участника. В нем указано количество баллов по отдельным модулям компетенции и также максимальное возможное количество набранных баллов по данной компетенции. Собственно, что же такое компетенция? Это тоже один из терминов, которые ввели движение WorldSkills и молодые профессионалы WorldSkills России. Компетенция – это перечень навыков, перечень знаний, умений по какой-то области. Допустим, компетенция графический дизайн включает в себя не только знания в области создания логотипов, в области создания каких-то графических элементов, но также в области сбора информации, в области реализации информации, составления некого бизнес-плана, понимания целевой аудитории и так далее. То есть это не перечень небольших знаний, это полный комплекс знаний и умений, которым должен обладать участник демонстрационного экзамена или слушатель программы дополнительного профессионального обладания. Ну а как мы говорим, в идеале, в идеале, собственно, все выпускники учебных заведений. Почему я так перепрыгнула на учебные заведения? Это связано с тем, что сейчас демонстрационный экзамен вводится в систему итоговой государственной аттестации и фактически будет являться либо заменой итоговой государственной аттестации, либо дополнением к выпускной квалификационной работе, которую сдают все выпускники образовательных учреждений. Сейчас демонстрационный экзамен уже сдают все выпускники колледжей. В ближайшем будущем, скорее всего, он станет обязательной процедурой для выпускников. Также перспективы демонстрационного экзамена планируется ввести и в системе высшего образования, то есть это значит, что все выпускники вузов, помимо защиты дипломной работы, будут также сдавать демонстрационный экзамен. Чем же хорош демонстрационный экзамен и почему он принципиально отличается от итоговой государственной аттестации? Считается, что в демонстрационный экзамен включены все необходимые модули, навыки, знания и компетенции, которые должен отразить выпускник по данному направлению. Проблема в том, что компетенции и федеральные стандарты сейчас не очень соответствуют друг другу. Знания выпускника направления прикладной информатики в дизайне не соответствуют тем требованиям, которые включены в программу компетенции и графический дизайн. То есть компетенции включают в себя намного более широкий спектр модулей навыков, которые необходимы хорошему специалисту для дальнейшего трудоустройства. Именно об этой проблеме сейчас беспокоится все образовательное экспертное сообщество, чтобы, как говорится, подружить в ГОС и федеральные стандарты, и стандарты WorldSkills. Потому что, естественно, стандарты WorldSkills из-за того, что они ориентированы на мировое сообщество, из-за того, что они обновляются постоянно, они более актуальны, они являются более актуальными требованиями для современного мира. И ребята, по факту, выпускники, которые сдают демонстрационный экзамен, получают Skills Passport, подтверждают свои знания на мировом уровне, они становятся более конкурентно способны на рынке труда. Также стоит отметить, что Skills Passport, который получают все люди, которые сдали демонстрационный экзамен, он котирует во всем мировом сообществе. А это значит, что выпускники российских учебных заведений, вузов и колледжей, получив Skills Passport, могут устроиться работать за рубежом, потому что они подтвердили высокий уровень знания в области своей компетенции. На данный момент студенты колледжей сами вправе выбирать демонстрационный экзамен, какой компетенции они будут сдавать, из-за того, что как раз-таки пока наши федеральные стандарты и компетенции, они не очень пересекаются. Собственно, стоит также отметить, что в системе WorldSkills компетенций очень и очень много. И на данный момент сейчас в Союзе зарегистрировано 215 компетенций, которые разделяются на три группы. Это основная, кандидат в презентационную и презентационная компетенция. Собственно, некоторые компетенции пришли в Россию из мирового сообщества, и, собственно, мы их переняли и пытаемся адаптировать их под стандарты образования, то есть сделать наших выпускников, студентов наших учебных заведений конкурентно способны на мировом рынке. Презентационная и кандидат в презентационные компетенции – это те компетенции, которые созданы в России и которые только набирают свои обороты, то есть они, скажем так, будут востребованы в ближайшее время. И сейчас менеджеры компетенции, это люди, которые отвечают за развитие компетенции в России, работают над развитием экспертного сообщества данной компетенции, занимаются проведением чемпионатов по этой компетенции, а также внедряют демонстрационный экзамен по этой компетенции. Кроме видов компетенций, собственно, компетенции также делятся на блоки. Это IT, сфера транспорта, логистика, творчество и дизайн, сфера услуг, образование и так далее. Кроме основных линейок и, в принципе, компетенций, в движении WorldSkills есть понятие FutureSkills, так называемые профессии будущие. Это компетенции, которые в данный момент не так востребованы, как будут востребованы в будущем. К примеру, цифровой модельер относится к компетенции FutureSkills, из-за того, что вся работа в этой компетенции происходит по факту в виртуальной среде. Вся компетенция основана на том, что специалисты в этой компетенции создают виртуальную модель костюма или какого-то элемента одежды, или одежды непосредственно полностью в онлайн. То есть они снимают мерки с 3D-моделей, с аватаров или по готовым меркам, делают лекалы, отшивают полностью одежду непосредственно в 3D. И в конце, то есть завершающим этапом, последним модулем данной компетенции является демонстрация работы непосредственно на подиуме, на виртуальном подиуме. Кроме ранее упомянутых мной чемпионатов по основной линейке, то есть региональных чемпионатов для колледжей, также вузовской линейке чемпионатов, Союз WorldSkills проводит чемпионаты для различных отраслей. Это агроскилз, хайтэч скилз и так далее. То есть это соревнования для сотрудников различных областей промышленности, которые направлены на понимание и тестирование их знаний и навыков в разделе данной компетенции. Именно с чемпионатов, как правило, учебное заведение начинает свою работу в рамках выдвижения WorldSkills России. В нашем вузе в этом году впервые был проведен вузовский чемпионат по стандартам WorldSkills по 4 компетенции. Особенность этого чемпионата была в том, что чемпионат проходил полностью в онлайн-режиме, то есть это был дистанционный режим, и все участники, эксперты по факту нашего чемпионата встретились только на закрытии для подведения итогов данного чемпионата. Мы проводили чемпионат впервые по компетенциям графический дизайн, веб-дизайн и разработка, компетенции цифровой моделира, а также дизайн модной одежды и аксессуаров. В дальнейших планах у нас, естественно, это реализация следующего уровня вузовских мероприятий, то есть отборочные соревнования, межвузовские отборочные соревнования и национальный финал межвузов, который в этом году, кстати, тоже проходит в национальном формате. И вузы-участники данного движения реализуют на своих площадках рабочие места для всех участников данного чемпионата, которым мы тоже займемся в декабре. Собственно, помимо вузовских движений, наш вуз активно принимает участие и в региональных соревнованиях. В этом году на площадке нашего колледжа технологий моделирования и управления также проводится чемпионат по компетенции дизайна интерьера, и студенты наших двух колледжей, инженерной школы одежды и вышеупомянутого колледжа технологий моделирования и управления принимают участие в более чем 15 компетенциях на различных площадках города. Компетенции достаточно сложные, мы пытаемся адаптировать непосредственно подготовку студентов по этим компетенциям с учебным процессом. То есть помимо образовательного процесса, также готовим ребят дополнительно к различным модулям по компетенции, проводим тренировки участников и подготовку экспертов. Помимо чемпионатного движения, наш вуз также активно включается в работу с Академией WorldSkills России. Мы работаем по реализации программы «Навыки мудрых». Эта программа ориентирована на подготовку и переподготовку граждан в возрасте старше 50 лет по компетенциям Союза WorldSkills, а также программа, которая вступила в силу в этом году в связи с ситуацией в мире и из-за пандемии. Программа WorldSkills Express, так называемая в Союзе программа Су-10 тысяч, реализуется с октября этого года, в которой также принимает участие наш вуз. И стоит отдельно отметить, что по данной программе мы стали единственной в Санкт-Петербурге площадкой, которая проводит обучение по компетенции и технологии моды. Собственно, это наше взаимодействие с Союзом WorldSkills не заканчивается, естественно, со следующего года. И, в принципе, в этом году мы начинаем новый чемпионатный цикл 2021. Это цикл оригинальных соревнований, которые начинаются в декабре. И очень надеемся, что они все-таки придут к своему логическому завершению, национальный финал не будет отменен. И в 2022 году мы выйдем на Евроскills, которые будут проводить в Санкт-Петербурге, и станем одной из площадок проведения каких-то компетенций в данном чемпионате. В завершении хочется призвать всех к участию в движении WorldSkills России в качестве участников или в качестве экспертов. И, собственно, завершить свою речь девизом Союза молодых профессионалов WorldSkills России «Делай мир лучше, силой свое мастерство и включайся в движение WorldSkills». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова